Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал шопоголиков и им сочувствующих. Я сегодня хочу вам показать свои покупки, которые я сделала за последние несколько дней, может быть даже недель. Я не выкладываю свои видео в хронологическом порядке, иногда я что-то снимаю, выкладываю, что-то до и после, ну в общем не важно. Поэтому, ну я как бы стараюсь, чтобы более или менее сохранить хронологию, но тем не менее. Если вы помните, я недавно посетила два магазина, потому что у нас таки, да, открылись магазины. Ура! Какое счастье для шопоголиков и всех, кто любит шопинг и зыринг и все-все-все. Но магазины у нас открылись только те, что выходят дверьми на улицу. То есть моллы, торговые центры у нас до сих пор закрыты. Но если в торговом центре есть магазины, у которых есть дверь на улицу, то есть вы не должны заходить в торговый центр, вы можете зайти в магазин с улицы, то эти магазины открыты. Вот один из них был магазин Саймонс, который я недавно посетила и в котором я примеряла одежду фирмы Мэри Мэка. И второй магазин это был Виннерс. Это канадская версия магазина Т.Г. Макс, Маршалс. Маршалс у нас тоже есть, а вот Т.Г. Макс у нас почему-то назвали Виннерс. Ну, не знаю. Победители. Виннерс по-английски означает победители. Победители над всем. Я хочу вам показать, что я купила. Давайте начнем с магазина Саймонс. Я примеряла там одежду Мэри Мэка. Я не купила ничего из Мэри Мэка. Я не купила там одежду. Я купила там украшения. Сейчас буду вам показывать. Я, когда была в этом магазине до того, как их закрыли, до локдауна, я рассматривала там украшения. Если вы меня внимательно смотрите и вы помните, и вы смотрели мои влоги все, то вы помните, что там я разглядывала цепочки такие двухцветные с серебро и золото. Я не знаю, видно, нет. Я потом на себя одену и подойду поближе. Половина цепи золотая, половина цепи серебряная. Ну, не золотая и серебряная, как вы понимаете, а покрытие под золото и под серебро. Так вот, они стоили тогда 20 долларов. Я пожалела денег, решила, что я не буду, не стоит. Но сейчас все это на сейле и совершенно другие цены. И я купила две цепочки браслет и кольцо. Сейчас я вам расскажу, что почем. Покажу, значит, кольцо. Выглядит. Потом покажу вам на руке. Вот таким вот образом. Не обращайте внимания, пожалуйста, на мои ногти, потому что у нас до сих пор парикмахерские салоны закрыты. Я хожу делать маникюр. Это у нас называется подпольный... Никому не рассказывать, это страшный секрет. Это у нас называется черный маркет парикмахеров и черный маркет маникюрщиц. То есть подпольные парикмахеры и подпольные маникюрщицы. Те, кто занимались этим всегда и делают это сейчас где-то на дому. Это нарушение закона. В общем-то, не закладывайте меня, девушки. Никому не говорите. Ну, невозможно так ходить. Так вот, я скоро к ней пойду. Ну, часто у нее такие очереди, что попасть совершенно невозможно, потому что все закрыто. Если человек делает это потихонечку на дому, то, в общем-то, к ней ломится все там, вон-то и окрестность. Значит, кольцо очень интересное. Оно стоило 20 долларов. Я его купила за 10. Посмотрите, пожалуйста, какой интересный дизайн. Видите, такой битый металл золотой. И второе тоненькое. Да, это два кольца, набор из двух колец. Вот такой вот, как будто бы, знаете, порванный, поломанный металл. И второе колечко тоже вот такого же типа. Вот оно, видите. Сделано так, очень интересно. Значит, их можно носить вместе на пальцы. Вот так вот. Не показываю вам свои ногти, стесняюсь. Их можно носить как по отдельности. Только сейчас вот это сюда, а это сюда. Потому что одно поменьше, одно побольше. Можно носить вот так. Очень интересно, очень необычно. Мне очень понравилось, очень захотелось его купить, потому что красиво, интересно. У меня ничего подобного нет. Я вообще мало сейчас ношу кольца. Обусловлено это тем, что бесконечное мытье рук, которые мы должны производить там, где мы находимся на работе или где-то. И приходя домой, и кольца я обычно снимаю, когда руки мою, потому что, если это кольцо не золотое, то оно, в общем-то, от мытья от воды облезает. Если это кольцо золотое, то там тоже, в общем-то, если камушки какие-то, мыло забивается, не очень это. В общем, короче, я всегда снимаю кольца. Ну, за исключением вот обручальное, которое у меня, и вот это, которое я ношу всегда вот здесь вот на большом пальце. А все остальные я снимаю, и поэтому я сейчас мало ношу колец, потому что вот это вот мытье бесконечно очень неудобно. Но, тем не менее, решила его купить. Это размер смол. Оно мне немножко великовато, у меня очень маленькие пальцы, мне очень трудно купить кольцо. И остались только вот эти вот размеры смол, и как раз на меня они хороши. Я могу их носить разными вариантами, вместе, по отдельности, в общем. Дальше вот эта цепь, вот такая вот, если вы видите, она двухцветная. Но цепи же сейчас до сих пор в страшном тренде. Вот такая цепь очень похожая, только другие звенья. Она тоже сделана из двух цветов. Видите, здесь золото, здесь серебро. Они очень похожи, и я уже перемеряла их, и сейчас я вам померю, и носить их вместе, потому что они как бы однотипные, но сделаны разного, разного, разной величины звенья. И вот такой же браслет на руку, который подходит под вот эту вот цепочку. Значит, купила я так, браслет за пять. Вот эту цепь я купила за пять долларов, и вот эту цепь я вообще купила за два доллара. Стоило это все, цепь эта стоила тоже двадцать раньше. Браслет не помню, этот тоже не знаю, не помню. Ну, я выбросила уже, ну, как бы, этикетку. А, в общем-то, вот цена была вот такая. Сейчас я вам примерю и покажу, как это выглядит на мне. Выглядит неплохо. Вот так это выглядит, я надеюсь, что вам видно. Одна цепочка, вторая цепочка, браслет. Симпатично, модно, в общем-то, очень современно, очень модные сейчас цепи. И, что хорошо, что оно белое золото и желтое золото. Ну, золото, девочки, понимаете, да, о чем я? Что они, можно носить с чем угодно, вообще с чем угодно, ко всему подходит. Вот такой набор. Немножко неудачный здесь этот ворот моей блузки, поэтому оно как-то так нехорошо лежит. Но если вот другой немножко будет вариант, то, в общем-то, она коротенькая такая под шейку, а эта подлиннее. То есть, можно их носить вместе, что я и делаю. Так, давайте буду показывать, что я купила в магазине Winners. Вы видели мой шоппинг, я вам показывала мой шоппинг. Мы вместе с вами бродили, ходили, выбирали, рассматривали. Там было очень много барахла и хлама, но я все-таки нашла. Некоторые вещи вы видели, я их выдергала и носила с собой, некоторые нет. Давайте смотреть. Безусловно, вы помните это платье. Вы видели его много раз в нескольких моих блогах, потому что в старом моем блоге из этого же магазина, до локдауна, я его примеряла, это магазин, это платье фирмы Tory Burch. Я примерю его, конечно же, вот такой вот в клетку, сарафан, с пуговицами сверху донизу. Можно его носить по-всякому. Можно носить как платье без рукава, с коротким рукавом, что-то надевать сверху, например, в пиджак. А можно надевать его на что-то, например, вот как на какую-то вот такую вот блузу, и, значит, чтобы был рукав, и о платье как сарафан. Значит, я его купила за 48 долларов, стоило оно 199, фирма Tory Burch довольно дорогая, 199 это стоило оно в Винерсе, я думаю, что в самом Tory Burch оно стоило, ну, если 200 оно стоило в Винерсе, я думаю, там долларов в 350, по меньшей мере, и я купила его за 48 долларов. Следующее, вы тоже видели, я его носила, показывала, вытаскивала и вам демонстрировала. Это платье бренда Ребека Минков. Все знают сумки Ребека Минков, я, честно говоря, не знала, что они делают одежду, но, видимо, они, да, делают одежду, то есть, невидимо точно, потому что вот у меня платье, платье цвета, как это называется, магенто, ой, отсвечивает, когда я так делаю, некрасиво, некрасиво на лице тени у меня, я его померю, тоже вы увидите. Платье цвета... Слушайте, вылетело у меня из головы, как называется этот цвет? Фукси. Хорошо, что на этикетке платья написано Фуксия. Цвет Фуксии, да? Забыла название. В общем, платье цвета Фуксия. Следующее, я купила пиджак. Все очень яркое. Вы видите, что все невероятно яркое. Оранжевый, да? Он такой оранжевый или он желто-оранжевый? Я даже не знаю. Оранжевый, конечно, такой, как солнышко, как... Теряю слова, забываю слова, кошмар. Ну, в общем, я очень яркого оранжевого цвета пиджак, двубордный. А, платье, я забыла вам сказать, за сколько я его купила. Значит, платье это я купила за 23 доллара. В магазине Винерс оно стоило 79. А в магазине Ребекка Минков оно стоило 198 долларов. Вот такие вот... Вот такой вот дил. Очень удачный. Значит, пиджак этот Бордо. Бордо – это название компании, не цвет. Вот так вот он называется, видите? Написано Бордот, но я думаю, что это от французского Бордо. Значит, стоил он 20 долларов в магазине Винерс. Я купила его за 10. Пойдя на сайт этой компании, если честно, я никогда не слышала про эту компанию. Но, тем не менее, в общем-то, я нашла их на веб-сайте. И вот такой пиджак, вот точно такой, я вам ставлю картинку на их веб-сайте. Стоит 129 долларов. Я купила его за 10. И последняя вещь – это вещи Зары. Куда же без неё, без нашей Зарочки любимой? На вид это вот такая вот... Ой, я её не погладила. Я всё так гладила и отпаривала, а эту забыла. Я что-то думала, что она не мятая. Простите. В клетку, как будто бы рубаха. Она сделана из катона, из хлопка. Но она очень интересная, видите, она такая разной длины. Короче, длиннее я примерю, вы увидите. И, в общем-то, вот такая вот здесь нет застёжки. Просто вот такой вырез, воротничок и длинный рукав. И просто, как обычная рубашка, но с очень интересным кроем и очень интересными вставками и клинями. Она, в общем-то, честно говоря, когда я покупала, я думала, что это платье. Но потом, присмотревшись, вернее, присо домой померив, я поняла, что это рубашка. Потому что она очень длинная с одной стороны и очень короткая с другой стороны. Носить как платье её невозможно. И за эту прелесть я отдала 17 долларов. И я думаю, что в магазине Zara она стоила бы долларов 50, 60. Ну, в общем, что-то такое. Всё, давайте я сейчас буду всё примерять и вам показывать на себе. В очередной раз я поменяла локацию съёмки. Потому что у меня очень тёмный дом. У меня дома очень темно. Я пытаюсь найти какое-то место, пространство, чтобы было светло и всё хорошо видно. Вот я притащила зеркало и поставила прямо напротив окошка. И, по-моему, видно неплохо. Значит, давайте так смотреть. Первое платье – это платье Тори Бордж. Я померила его вот с этой вот блузкой, в которой я находилась. И, как бы, вот видите, оно как сарафан. И, в общем-то, как блузка изображает рукавчик. А платье изображает сарафанчик. Симпатичное. Мне оно очень понравилось. Первый раз, когда я его примеряла. И мне оно понравилось, когда я его купила и принесла домой. И я решила, что я его оставлю, сдавать его не буду. Не удивляйтесь, вот эта вот такая красная прищепка, прицеплена к этому платью. Странная штука. Но у нас к дорогим вещам в этих магазинах Winners цепляют, так скажем, вот такие вот прищепки. Что если вы хотите сдать эту вещь, то на ней должна быть вот эта вот штука. Потому что они знают, что люди некоторые покупают, сдают, поносят один раз. И потом возвращают в магазин, если это дорогая вещь. Этикетки как-то можно спрятать, запрятать, куда-то засунуть. А вот эту штуковину вы никуда ее не денете. Снимается она очень просто. Просто она разжимается. Но надеть ее назад нельзя. То есть, если вы платье сняли, платье надели, а потом хотите вернуть его в магазин, вы эту штуку назад не прицепите. Ну, это такая специфика. Я, как человек, который работал в магазине, когда-то знаю все эти штыки. Но, в принципе, вот такая вот смешная прищепка. Не обращайте на нее внимания. Подходит к моим туфлям, кстати. Комплект. Ну, вот такое платье. Очень симпатичное. На мой взгляд, оно очень симпатичное. Очень такое жиренькое. Сарафанчик такой желтенький. Цыплячий. Пиджачок. Померила с этим же платьем. Только я сняла блузку, в которой я была. И померила пиджак сверху на платье. Ну, что вам сказать. Сочетание очень яркое. Очень такое вырви глаз. Но мне нравится. Ну, нравится мне. Вот смотрите, желтое с белым. И вот этот оранжевый. Ну, конечно, это очень ярко. Конечно, это не на каждый день и не на любой случай в жизни. Но я за яркие цвета. Я за яркость в жизни вообще. Мне очень... Особенно сейчас, после того, как мы два года... Сколько? Два года? Полтора. Сидели дома и в своих спортивных домашних костюмах. Очень хочется одеться. Ярко, красиво, нарядно их. Ну, вот такой пиджак. Я считаю, что он очень-очень симпатичный. Он очень приятный тканей. Я посмотрю состав. Я проверю. Ну, я думаю, что синтетика. Но он очень приятный все равно. Он довольно хорошо исполнен. Я имею в виду швы. Вот выточки все. Вот это вот. Здесь тоже всякие этикетки. Видите? Написано... Написано, что без этой этикетки вы не сможете его вернуть. То есть, видите, они этикетку прицепили в такое место, что... Хотя, в принципе, ее можно засунуть в карман. У нас очень борются, пытаются, вернее, бороться с тем, что люди надевают, покупают вещь, надевают один раз, потом, опять же, прячут этикетки куда-то, потом возвращают в магазин или даже не один раз надевают, потому что, в принципе, возврат у нас довольно долгий. Можно возвращать в течение месяца. И можно несколько раз надеть, поносить фактически эту вещь, потом вернуть ее в магазин, если у вас этикетки не торчат наружу. А люди так вот ходят, ну, где-то они запрятаны. Так вот, они, значит, прицепили такую этикетку наружу, снаружи, чтобы она была видна, чтобы невозможно было его надеть. По-моему, она вполне легко прячется в карман, поэтому тоже не проблема. Не додумались. Надо было вот куда-то вот сюда вот на грудь. Так, все, верим дальше. Платье бренда Ребекка Минков. Вот такой вот цвета фукси. Я уже помню. Цвета фукси. Нарядное платье, но не слишком. В принципе, оно подойдет под очень много, как сказать, случаев, что можно его носить. Немножко выше колена. Такая вот юбка. Ну, вы видите, да? Красивый очень цвет. Необычный фасон. Я не могу сказать, что я очень большой фанат вот этих вот платьев с таким вот горлом, но ничего страшного. В принципе, в моем возрасте уже можно тут горлышко прикрыть немножко, чтобы старую шею, я имею в виду. Даже, может, и не лишнее совсем. Даже, может, и неплохо такое платье. В принципе, здесь можно надеть какой-то пояс такой нарядный. Такой, знаете, вроде как такой золотой блестящий. Я уже не стала, но сделать его более еще нарядным. Очень универсальное, на мой взгляд, платье. Опять же, удобный рукав. Ни длинный, ни короткий. Вот удобное. Вот здесь вот ничего не облегает, не жмет. Здесь тоже не очень-то все облегает и жмет. Может быть, немножко нужно другое белье надеть, чтобы оно как-то более не выделялось под этим платьем. Но, в принципе, да, это тоже синтетика. Конечно, никакой не шелк там, ничего. Но, в принципе, очень красивый цвет. За счет цвета оно выигрывает. И за счет вот этих вот, вот этого вот, верху. Так что вот, вот такое платье. Последняя вещь. Это такая блуза-туника из Зары. Вы понимаете, почему я подумала, что это платье? Потому что, видите, какое оно с этой стороны длинное. Я так взяла, на вешалке висела. Я так взяла и думала, о, это же платье. Но, придя домой и померив его, я поняла, что это туника. Это не платье. Такое, знаете, вы понимаете, это размер смол, да? Просто, кстати, к вопросу, чтобы вы понимали. Я решила померить его с белыми брюками. Вот синенькие туфельки под цвет. Ну, в общем, это могут быть просто леггинсы. Это могут быть кожаные брюки. Кожаные такие тайцы, знаете. Не знаю, мне нравится эта вещь. Мне кажется, она очень универсальная. На лето, на осень, на весну. Вот, с белыми брючками на лето. Как бы такая. Ну, интересная. Я люблю интересные вещи. Для меня, как бы, они представляют такой некий интерес. У меня очень много одежды. Поэтому, если я вижу что-то необычное, чего-то, чего у меня нету, а ничего такого похожего у меня нету, то я, как бы, вот, покупаю. Покупаю я сейчас вещи не так много, как раньше. Но стараюсь покупать именно вещи, какие-то такие, знаете, с какой-то изюминкой, с какие-то такие, которых нету у каждого второго. То есть, необычные вещи. Потому что обычных вещей у меня уже очень много. Поэтому я люблю вещи вот такие вот, какие-то нестандартные. Ну, я не знаю. Это спорно. Не всем может понравиться такая туника. Не всем она может подойти. Может быть, белые брюки не самый лучший для нее вариант. Но, во всяком случае, вот так я решила попробовать померить. Вот, таким вот образом. Все, дорогие девочки, я с вами буду прощаться. Такие у меня были покупки. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. И увидимся совсем скоро. До новых встреч. Ваша Дита. Люблю, целую. Пока, пока, бай.